Систему сбора и утилизации твердых коммунальных отходов нужно совершенствовать и очень срочно, это понятно всем. Прежде всего, надо постепенно отказываться от полигонов для захоронения. Они неэффективны, экологически вредны и просто опасны для здоровья. Уменьшить нагрузку на полигоны помогает внедрение раздельного сбора мусора. Губернатор Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении поставил задачу повсеместно внедрить в регионе систему раздельного сбора уже с 2019 года. Сегодня она с той или иной степенью эффективности работает в 13 муниципалитетах. Жителям Подмосковья предлагается не такой уж сложный вариант сортировки – двухкомпонентная. Двухкомпонентная система сбора мусора. В один контейнер – органические, так называемые влажные отходы. В другой – все, что можно переработать. Бумага, стекло, картон, пластик. Скоро на наших контейнерных площадках. В администрации Щелковского района прошло совещание под руководством заместителя главы администрации Евгения Петеримова. Он сообщил о разработке дорожной карты по внедрению пилотного проекта раздельного сбора отходов на территории городского поселения Щелково. Он затронет два микрорайона, где работают сознательные и ответственные управляющие компании, в частности, жилсервис А, округ 17, УК Жилища. На втором этапе раздельный сбор будет внедряться в СНТ и ДНТ. Оператором назначена компания «Элен Ти», имеющая большой опыт раздельного сбора, в частности, в городе Дубна. У нас должен в городе появиться маршрут, где будет порядка около двух десятков контейнерных площадок, на которых будет установлено не менее 50 контейнеров для раздельного сбора. Это, так скажем, первоначальный этап, с которым мы будем начинать. И на этом маршруте мы хотим понять все эти плюсы и минусы работы именно здесь, в поселении. Выбранные площадки потребуют специального оформления и оснащения. На них должны появиться видеокамеры для предотвращения вандальных действий. Но главное – это, конечно, отдельный контейнер синего цвета, в который надо будет складывать отходы, пригодные для переработки. Сухой мусор – это бутылки, картон, макулатура, банки, текстиль, металл – можно помещать в синий контейнер. И эти фракции попадают уже на сортировочные линии, где их потом сортируют, и уже отсортированные компоненты после прессования отправляются на переработку. В зависимости от эффективности первого этапа проекта раздельного сбора отходов, адреса на маршруте могут добавляться. Будет дана оценка платежной дисциплине управляющих компаний, заключивших договоры с мусоровывозящей организацией и культуре поведения жителей. По словам Сергея Андронова, в Дубне эффективность работы поднялась за 7 лет в два раза. Если мы начинали, допустим, изначально где-то порядка с 10% от общего количества отходов по направлению на переработку, то сейчас этот процент вырос до 20. В ближайшее время в Щелкове на одной из контейнерных площадок пройдет тренировочное занятие для жителей и управляющих компаний по раздельному сбору отходов. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».